Архитектурно-художественная подсветка. Мы тоже эту работу начали несколько лет тому назад. В виде триколора подсвечено здание администрации. Мы делали архитектурно-художественную подсветку Ледового дворца. Мы делали архитектурно-художественную подсветку двух храмов всех скорбящих и святителей Тихона. Мы делали подсветку архитектурную торговых рядов. И въездные знаки у нас подсвечены, которые мы монтировали на дороге Москва-Санкт-Петербург, на А108-й. Подсвечиваются именно въездные знаки. В этом году у нас будет, я считаю, замечательный проект. Вот замечательный проект. Мы тут тоже немножечко вперед смотрели. Это архитектурно-художественная подсветка нашего мемориального комплекса, который сейчас, вы знаете, мы ремонтируем. Там гранитная облицовка делается, и там будет очень красивая архитектурная подсветка. Она почти уже смонтирована. В первой декаде, ноября, должны все закончить по граниту, и уже светильники, и подсветки, и ступени, и вечного огня уже все смонтированы. То есть это будет очень красиво. Если говорить сейчас про праздничную иллюминацию, тоже тема очень актуальная. И мы, конечно, ее, да, в первую очередь связаны с Новым годом. Потому что, ну, это такой праздник на все поколения, и для детей, и для взрослых, и для стариков все его ждут. Поэтому мы, конечно, вот с 20 чисел декабря и до 14 января у нас работает праздничная иллюминация. И в этом направлении, конечно, мы тоже двигаемся, и каждый год хотим что-то новое, да, в нашем городе разместить, порадовать чем-то жителей. Хотя, хочу сказать, что это, конечно, удовольствие и украшения не из дешевых. Сами конструкции, сами элементы украшения достаточно дорогостоящие. Они требуют специализированного монтажа, они берут, конечно, и затраты на потребление электроэнергии, требуют определенных эксплуатационных затрат. Что бы здесь хотелось сказать? Конечно, мы получаем каталоги каждый год и едем, закупаем, смотрим. Вот если говорить там за последний год, да, в прошлом году, наверное, многие порадовались за то, как был сделан, украшен праздничный парк. Наш новый Сетрорецкий к Новому году. Действительно, была очень красивая иллюминация. Действительно, была очень нарядная, и мы встречали Деда Мороза. Ну, просто было все замечательно. Поэтому мы эту работу продолжаем. Сказать, что какой-то комплекс появится в этом году, вот аналогичный, как мы в том году сделали, но это, конечно, не для каждого года такие масштабные работы. Я говорю, они дорогостоящие. Даже работы просто по подключению, по монтажу, по содержанию, они не из дешевых. Но, тем не менее, все, что у нас смонтировано, все, что мы приобретали, мы каждый год подключаем, ремонтируем, немножко видоизменяем. Поэтому это, конечно, безусловно, создает настроение и очень украшает город. Вам вообще нравится, как украшается зимой наш город, или вы считаете, чего-то, может, не хватает? Ну, маловато. Украшается только в улице Гагарина. Нужно больше украшать, побольше светящихся моментов. Можно как-то побольше украшать, чтобы все было украшено, мне кажется. Не знаю, ну, почти все можно магазин как бы украсть, а будет еще Яшечка и Синей, мне кажется. Мне кажется, что даже относительно Советской площади, да, что-то добавили, что-то унесли, это уже как бы интересно. Уже люди ходят, как-то фотографируются. Ну, вот что-то хотелось из такой, с русской стороны, чтобы было внесено. Интересно, не просто вот какая-то мишура и огоньки, а вот что-то действительно достойное. Может быть, там, взрослый сис какой-то, там, хламские какие-то, вот, носить русские традиции, я так считаю. Праздники я не замечал, как наш город украшают. На праздники я обращаю внимание, что уделяют этому внимание, ну, стараются все равно как-то пригоршать город, чтобы все выглядело в соответствии, чтобы везде находилось на своих местах. Я думаю, что все, что необходимо, люди хотят получить от Нового года, они делают это в квартирах, да, в своих помещениях, в своих уютных местах, где они пытаются провести Новый год. Для улицы это так, напоминание о том, что намечается Новый год, что будет все ярко, красиво, как бы, какие-то огоньки добавляются, ну, как бы, просто создают поддержку настроения человеческого предновогоднего, вот этого ощущения, как бы.